Тренды-бренды! Сказ о том, как фартовые ребята бизнес делают! С вами Дарья Топузлиева. В декабре 1939 года на базе Московского авиазавода номер один был создан самостоятельный опытно-конструкторский отдел. Задачей отдела, позже переименованного в бюро, было проектирование и постройка скоростного истребителя. Его начальником назначили Артема Микояна, место зама занял Михаил Гуревич. Уже через 4 месяца воздух был поднят первенец ОКБ – высотно-скоростной МиГ-1 с уникальной для того времени скоростью – 650 км в час. На пороге войны советские ВВС нуждались в скорейшем обновлении самолетного парка, поэтому в ОКБ трудились сутками напролет. Так, в 1941 году на заводе выпускалось до 25 мигов в сутки. Уже в первые часы войны они вступили в воздушные бои с немецко-фашистской авиацией. Истребители МиГ-3 составляли основу самолетного парка, защищавшего Москву. После войны Микоян с рвением принялся за дальнейшие разработки. Бюро выпустило МиГ-15 – истребитель, ставший самым массовым в истории реактивных самолетов. Он стоял на вооружении 40 стран, его сборкой занимались 9 авиационных заводов, выпустив в общей сложности почти 20 тысяч машин. В начале 50-х ОКБ пустилось в погоню за звуком. На базе 15-го МиГа был создан усовершенствованный 17-й. Его летные характеристики значительно улучшили. Самолет был способен достичь скорости звука в момент пикетирования. А в 1954-м в небо поднялся сверхзвуковой истребитель МиГ-19. Он стал первым в мире самолетом, способным при старте с Земли достигать сверхзвуковой скорости в горизонтальном полете. Вообще, на самолетах, разработанных под руководством Артема Микояна, установили более 50 мировых рекордов. Так, летчик Александр Федотов на истребителе МиГ-25 с грузом в 2 тонны достиг высоты 30 тысяч метров. Непостижимая по тем временам цифра. Сам же самолет мог развивать скорость, превышающую скорость звука, в три раза. Впрочем, только машинами талантливый конструктор не ограничивался. Микоян создал свою школу самолетостроения и лично воспитал целую плеяду разработчиков. После его смерти генеральным конструктором бюро был назначен Ростислав Беляков. Под его предводительством ОКБ выпустило МиГ-29, который, по оценкам авиационных специалистов, является лучшим в своем классе истребителем мира конца 20 века. Всего за годы работы бюро разработало около 450 проектов боевых машин, почти 100 из которых выпускались серийно. Историю для вас рассказывала Дарья Топузлиева. До новых брендов! Тренды-бренды! Сказ о том, как фартовые ребята бизнес делают!